Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами протянем знакомство с Рубской империей. Перед нами карта Рубской империи. Межземная гора сдается внутренним озером в этой великой державе. Бо у всей земли, вокруг межземного гора, рыбские уладания. Самым великим городом стражитного света у першим стабольця до нашей эры был город Рым. Як его ясно называли Вечный город, город на сябину с горках, золотый, або просто город. Итак, тема сегодняшнего нашего урока – Рым, столица империи. На уроку мы с вами доведаемся, что собой уявлял стражитный Рым, як политичный и культурный центр империи. Так само доведаемся, чому меня на литолазни з'являлися самым любимым местом отпочинку стражитных Рымлян. Я платили свое поусяденное життя простое громадянам. Познаемимся с новыми манянцами – арки, термы. Працевать на уроку будем по наступным планам. Усе дороги ведут у Рым. Рымские лазни – поусяденное життя простых громадян. Рым был великим городом. Насильництво его в той час складало больше миллион человек. Просторные площадь города, пригожие храмы, роскошные дамы богатых рымлян у пригожили центр столицы – палатинский узгорок. А для него, як сонечные громни, разыходилися усе головные улицы города. По краях проезжей частки были тротуары. Только дякуючи им, на узких улицах пешеходы могли разминуться с повозками. Дороги с далеких и близких провинций, морские шляхи, вяли в вечный город. Сюда приезжали, приплывали на кораблях купцы, дипломаты, прибывали шлагликие транспортные и гандлевые корабли с сыровиной и рабами. А тут отправлялись у походы полководцы с войском. На палатине были погодованы морговые палацы императоров, и они захотели золотом и каштонными каменями. Дорогие, слово «палатин» во усих европейских мовах стало синонимом слова «палац», якое вошло и в белорусскую мову. На форуме у гонор своего кирования и перомог императоры ставили помники, узводили будинки, фонтаны, майстровали триумфальные арки. Арки уявляли собой дуоподобные перокрытцы. Центр города уже в той час стал собравным музеем под открытым небом. С самой ранницы в улице и площади города были наполнены на толпами людей. У рыбы забронялось ездить на повозках и конях. Багачам назвалялось перомещаться на насилках, які несли специально подрыхтованныя равы асподара. Гонором рублян были сбудованьи для грамадских ведовищов. Самым любимым местом отпочинку рублян з'являлися термы – грамадские лазни. Гэта были нелечные побудовы, які асладалися з некольких будынков, парков, спортынных пляцовок, фонтаны. Наветвали лазни усе, як богатые, так и бедные. Сюды приходили не только помыться, але и отпочить, провести вольный час у разновок с сябрами, погулять у мяч, поести, пачитать книгу у специальных библиотечных залах, поглядеть на дрессированных зверов. Распранувшись у гардеробе, люди уохотили у великую залу с бассейном, наполненным холодной водой. А тут двери дали у іншой помешкарні, дзе знаходзілися ванныя, або бассейны з водой, температура яких пастуково подалічвалася. За ними размещалася зала, наполненная гарачей водой. Наветводникам термом обслуговували рабы. Многие рабляне ходили у баню кожный день. У вахоту такие лазни каштавал недорого, а часам и тусим был бесплатным. Утримання румських лазни участей за все оплачували император, або держава. А мальку весь свой свободный час рымляне проводили позадомам. На улицах города у тень николон прыгожих площал, поблизу величних палацов. Нічого дивного у гэтым не было, бо большість громадян жили у древних умовах. У бедных кварталах тесно стояли высокі 5-6 поверковые дамы. Життя у таких домах без канализации, водопровода і освятнення було вельне тяжким. У кватерах верхних пакоях плата бралася меншая, тому що кмолу були яшче горші. Туды добиралися по крутых лестцам, які нагаднали дравіны. У тесных однопакайовых помешканнях, размешчанных высоко под дахом, жихары летом покутавали ад стеки, а зимой ад холоду. Вулиці города були шумними і брудними. Господи не вливали прозвокны нечистоты, ночшу голоси і шум не давали спокійно спати. А пронагися рюлями доволись тепла. Аденья виробляли шерсти і льону. Па усядженым оденьям була туника – короткая кашуля без рукаву. Поверх туники носили тогу – долгий кавалок тканіны, які пособливым джинам обгортвали в окол тіла. Багатые люди носили белую тогу з червоной полосой. Самым зручным обуткам були сандали. Основу харчування рюля складали хлеб, сыр, огороднена, маслины. Мясо при рыбу ели вельми рэдках. Ми з вами розглядели усі пункти рюана. Думаю, ви зрозуміли, що в іслов'я «Усе дороги в'якуць урі» у сторожитті часы мело витральний сенс. Усе дороги, побудовані румлянами, в'яли толькі урі. Там рюляць з'являвся не тільки політичним, а й культурним центром держави. У їм були засерожжені величнія будинкі і палацни. В'яликій популярністю корыстались і лазні, у яких з задавальненням прародзіли час як багатые, так і бедні. У адрозній нянь багачок, більшість громадян проживала, у неўтурным жирлі харчувалася стіпла. Хаднєе задання для вас сьоўне будзе наступным. Праглядзіць матеріал падвучніка парагагага 25-го, адказай на питання вас не апарагага, ну а для самых цікавных скласьте апарагага на тэву «Адзін дзень уріня». Дзякуй за увагу.